Адам и Ева – в Библии это первые люди на Земле, сотворенные Богом и прародители человеческого рода. В пяти книжах приводится довольно подробное описание жизни первой человеческой пары. Основные сюжетные элементы включают в себя создание Адама и Евы, искушение и грехопадение, изгнание из Эдема, а также последующие расселения людей по миру вне Эдемского сада. В книге Бытие содержится два параллельных рассказа о сотворении мира и человека. Согласно первому варианту прародители человечества, мужчина и женщина созданы Богом одновременно после создания всех зверей, птиц и рыб. Согласно второму варианту, Бог сначала сотворил одного мужчину, затем создал райский сад и поселил в нем мужчину в качестве садовника. Затем Бог создал всех зверей и птиц и привел их к человеку, чтобы тот выбрал себе из них помощника. Однако подходящего помощника не нашлось, поэтому Бог усыпил Адама, взял одно из его ребер и сотворил из него первую женщину, Еву, которая стала женой для первого человека. Среди Эдемского сада было два особых дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Господь разрешил Адаму есть от всякого дерева в саду и лишь плоды от дерева познания добра и зла запретил ему есть, предупредив, что последствием непослушания будет смерть. Змей же уловками и хитростью убеждал Еву попробовать плод запретного дерева познания добра и зла. Женщина отказывается, говоря, что Бог запретил им есть с этого дерева, так как съевший плод умрет. Наконец женщина подалась уговорам змея, нарушив волю Господа, после чего дала попробовать плод и Адаму. В результате Адам и Ева познали добро и зло, осознали свою наготу и спрятались от Бога. Грехопадение заключалось в желании человека присвоить себе божественное право решать, что такое добро и зло. За проступком последовало наказание. Змей был проклят и обречен ползать на животе и питаться прахом. Женщине было определено в болезни рожать детей и находиться в подчинении у мужа. Мужчине было назначено в поте лица трудиться во все дни жизни его на земле. Люди перестали быть бессмертными и после смерти должны вернуться в землю в виде праха, из которого и был создан Адам. После этого Бог сделал людям одежду и выслал человека из Эдемского сада, чтобы возделывать землю, из которой он взят. После изгнания из Эдема Адам познал свою жену Еву, и та родила Кайна. Затем Адам еще раз познал Еву, и она родила второго сына, Авеля. В 130 лет у них родился третий сын, Сив, который, будучи предком Ноя, стал тем самым одним из родоначальников всего человечества. Потомки же других сынов Адама и Евы погибли во время всемирного потопа. На самом деле, если изучить лишь одно писание в общих чертах, то может сложиться впечатление, что род человеческий мог оборваться, так как у Адама и Евы самыми известными детьми были Кайна-Авель. Однако часть изучающих Слово Божие склонны считать, что два брата были далеко не единственными отпрысками первых мужчины и женщины. В силу того, что все писания имеют внушительный объем, многие не столь существенные и значимые для понимания сути факты описаны, вскользь и не так подробно, в том числе и количество последующих детей пары. Поэтому есть вероятность, что у Адама и Евы были еще дети, в том числе и дочери. Конечно, брать в жены сестру не приветствуется, но на тот момент это было необходимо для продолжения рода. Однако другая часть интересующихся этим вопросом полагает, что раз не все рассказано достаточно подробно, то могло быть и так, что после Адама и Евы Бог создал еще людей, которые просто не были упомянуты в Писании. Они, в свою очередь, могли родить еще сыновей и дочерей. Поэтому оставшийся сын мог взять в жены женщину из другой семьи, дабы избежать брака с родственницей.